Привет-привет! Начинаю серию видео легенды и мифы заточки. Первое видео будет посвящено углу заточки, а именно... Ну вот этот вопрос задается достаточно часто и мне, и на форумах регулярно проскакивает вот эта тема, на какой угол точить предпочтительный нож. Видео разные там, материалы там, и статьи, и все что угодно. Но начну с того, что когда начинал увлекаться заточкой, то мне очень часто попадалось значение угла заточки ножа в 30 градусов. И вообще как бы так позиционировал, что чем тоньше заточен нож, тем он более резучий. Ну, скажу так, что отчасти это, конечно, справедливо, но хотелось бы разобраться. Начнем с производителей ножей, например, с компании Spyderk. Производит достаточно большое количество разных ножей. И плюс ко всему, есть такая вот у них замечательная точилка, называется Spyderk Triangle. Можно увидеть, что единственный угол, на который она позволяет затачивать 40 градусов, вот этот угол суммарный образуется, который вот этими двумя абразивами керамическими, составляет 40 градусов. Почему это сделано? Ну, во-первых, предполагаю, что все ножи компании Spyderk заточены чуть меньше, чем в 40 градусов. Да, вот на моем конкретном экземпляре суммарный угол замерял 42. Получается, ну, это, наверное, не суть важна, такие детали. Но, в любом случае, ножи компании Spyderk, я предполагаю, не берусь это убеждать точно, заточены на угол чуть меньше, чем в 40 градусов, сделаны для того, чтобы потребитель, приобретя вот эту точилку, мог гарантированно проточить кромку, убрать все возникшие там микросколы, там какие-то, может быть, замины. В общем, подточить нож и держать его в рабочем состоянии. Теперь просто сравним. Два ножа, в принципе, этот нож я перетачивал, этот с заводской заточкой, ну, в районе, там, около 40 градусов суммарного заточка. Можно обратить внимание, какой здесь ширины подвод и какой здесь тоненький. При соизмеримой толщине клинка, почему получилась такая разница? Разница вышла из-за сведения. Вот этот ножик достаточно пузатый, сведение, вот эта толщина металла, вот в том месте, где начинается подвод кромки, вот то место, которое протачивалось абразивом. И здесь ножик более тонкий, более деликатный, такой, скажем, наверное, такой походный кухонник. Это просто, там, скажем, перочинный ножик, такого ежедневного ношения. Соответственно, компания Спайберка решила, что вот для своих ножей она будет использовать такой угол заточки. Хорошо это, плохо, я не знаю. Наверное, это продуманно, осознанно решение, которое приняла компания и использует на своих ножах, на своей продукции. Второй вот гениальный производитель, универсальный, наверное, лучший точилки бюджетной такой серии Лански, да, вот тоже у него количество углов чуть богаче. Соответственно, компания Лански позиционирует как там, вот это отверстие в 17 градусов, это бритвы скальпеля и похожий там инструмент, 20 градусов. Это ножи такие из хорошей стали, деликатные, там, чаще это, там, имеет отношение к кухонным ножам. 25 градусов отверстие, это под складные ножи, там, ну, скажем, общий вообще, как бы, общий рекомендуемый угол заточки. 30 градусов или суммарный угол получается 60, там, 50, 40 градусов. Это, это отверстие под ножи такие, для серьезных, которые предусматривают серьезные нагрузки. На самом деле, если вставить абразив, вот, например, вставим в отверстие 25 градусов, мы получим вот в таком состоянии угол порядка 23 градусов, там, чуть поменьше. Когда закрепим нож, у нас, соответственно, он будет на некоторое время отступать на такое расстояние, градус еще уменьшится. В общем, те же самые вот эти пресловутые, там, градусы, там, в районе 40, которые обеспечивает триангл, мы получаем где-то вот между вот этими двумя отверстиями. Так что, вот, уже как минимум два производителя, серьезных производителя, один, там, ножей, второй тоже ножей и, там, абразивов из заточных приспособлений, используют и, как бы, и описывают вот этот угол в районе 40 градусов, как такой универсальный для складных ножей. Ну, и в основном, конечно, вопрос возникает у владельцев складных ножей, на какой угол заточивать ножи. Вот, и, к сожалению, там, берут и вот эти толстые, там, ножи, там, от той же компании Zero Tolerance, ну, множество производителей делают такие увесистые клинки, толстые, которые, почему-то, обладатели хотят точить на малые углы, ожидать от них какого-то, там, феноменального реза, улучшения реза. Недавно, ну, так, относительно недавно было видео Руслана Киясова, который показал на примере двух ножей Ontario Red 1, что нож, заточенный на меньший угол, значительно лучше режет канат. Ну, тут опять, как бы, стоит вопрос, а что мы планируем резать ножом? Если мы планируем резать, там, канат, там, бумажку, брить руку, там, не знаю, какие-то еще манипуляции проводить, может быть, да, тогда этот вопрос актуален, и надо стремиться к малым углам заточки. Но, как бы, всегда следует помнить про геометрию клинка, вот, и на примере, скажем так, кухонных ножей, да, вот один слайсер для тонкой нарезки, второй такой, скажем, полусредний шеф. Вот, вот на примере сырой картошки, вот этим тонким ножом с тонким углом заточки, картофель режется неплохо, но он прилипает, и проблема именно в геометрии, что этот нож очень тонкий, и вот конкретно вот этим ножом резать сырую картошку очень неудобно, в отличие от этого ножа. Вот, причем, заточи этот нож, там, не знаю, там, на 50 градусов, на 30 градусов, он картошку за счет своей геометрии будет резать лучше, чем вот этот нож. И совсем наоборот, если, например, дело касается, там, тех же самых помидоров, этим ножом резать помидор будет более сподручно. Соответственно, да, может быть, я могу его заточить тоньше, там, тут, в принципе, данный угол 30 градусов, но вспоминаем точилку рекомендации производителей, то, что чем меньше угол, тем более, как бы, этот угол требователен к качеству ножа. Вот, потому что в любом случае мы получаем тонкий угол, кромка у нас становится более деликатная, повредить ее значительно проще. Поэтому стремиться на таких ножах, которые, ну, условно говоря, там, универсальные, да, вот я вот этот нож ношу с собой, я могу, наверное, там, и бумажку, там, картон какой-то порезать, и, может быть, провод перерезать, где-нибудь поковыряться им. И вопрос тонкости, там, не то, что заточки, а тонкого угла, он весьма актуален. Либо я что-то, там, серьезное порезал и просто затупил нож, либо я повредил кромку. Вот. И такой, скажем, для меня, таким-таким откровением вообще, как бы, послужило, почему вообще это видео появилось. Да, я там точил ножи на разные углы. Вот. У меня некоторое время назад на канале было такое развлекательное шоу, вроде как этих заточки карандашей. В общем, карандаши мы старались точить, там, с самого разного качества, там, начиная от хороших, кончая, там, паршивых, там, с какими-то там слоями, там, и так далее. Вот. И, казалось бы, да, там, то, что нож более резучий, там, с которым, там, с меньшим углом специально отрезал бумажек для наглядности. Что получилось конкретно на карандашах? Один и тот же нож точился на разные углы. Вот. На, там, ну, условно говоря, пусть будет 30 градусов и 40 градусов. Еще, что выяснилось конкретно на карандашах, да, то, что положу вот. Представим, что это карандаш, это нож с тонкой, там, с малым углом, тут нож с более большим углом. Вот. Что получилось на примере карандаша? Нож с малым углом получалось так, что им, как бы, им работать было сложнее. Он старался, да, за счет, он действительно был более резучий, но он впивался в карандаш, как бы, глубоко, и, как бы, рез, заточка становилась неконтролируемой. И, как бы, на более больших углах, на одном и том же ноже затачивать карандаш было, как бы, более, там, удобно. Вот, как бы, реальный пример, который, там, с одной стороны, там, нарезе каната мы видим одну ситуацию, там, на карандашах совершенно другую. На картошке, там, ножи разной толщины, разной геометрии вообще себя ведут очень по-разному. С одной стороны, вроде, там, и толстый нож толсто заточенный режет лучше, в отличие от ножа более тонкого и тонко заточенного. Возможно, тоже тут можно поиграться с углами заточки, и что-то на картофеле получить, там, совершенно другое. Как бы, вообще, ну, подводя какой-то итог, если мы говорим про углы заточки, то, наверное, можно экспериментировать, но стремиться к малым углам нет никакого смысла. Надо стараться, как бы, понять, что мы будем делать ножиком. Если мы там собираемся резать бумажку, там, и брить волосы, волосы на руках, там, показывая, какой у нас острый ножик, может быть, и целесообразно точить на малые углы. Если у нас нож тот, который мы там планируем делать все, что угодно, надо 10 раз подумать, стоит ли вообще упираться и точить на малые углы, делая нож, ну, скажем так, не очень красивым даже, с эстетической стороны. Получать сомнительное качество, на самом деле, кромки, ну, сомнительное качество, конечно, будет зависеть от, или не сомнительное, от того, как мы этот нож заточим, но, с точки зрения стойкости кромки, это большой вопрос. Получение скола, замина на тонкой кромке, и на малых углах, она достаточно велико. В общем, получилось такое затяжное видео. Продолжаю вести блог. Всем привет!